Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире университетский хронограф, и с вами я, его ведущая, Виктория Иванова. Эта неделя выдалась насыщенной событиями, как очень серьезными, так и теми, что называются для души. Расскажем о самых значительных из них. Сегодня в выпуске. Учитель. Воспитай ученика, чтобы было потом, у кого учиться. Кто поможет молодым осуществлять мечты и планы. Международный день театра в Ванефре. Одним из главных событий этих дней, безусловно, стала четвертая международная научно-практическая конференция «Традиции, инновации в профессиональной подготовке и деятельности педагога». О том, какие проблемы обсуждали ее участники, в сюжете Екатерины Андреевой. Эта конференция была организована Институтом педагогического образования и социальных технологий ТВГУ совместно с Новоийским государственным педагогическим институтом Узбекистана и Европейским университетом Армении города Еревана. Доклады, прозвучавшие на заседании, были посвящены самым актуальным вопросам сегодняшней педагогики, одним из которых является проблема отечественных цифровых решений для системы высшего и общего образования. Уход с рынка крупных компаний по типу Microsoft, программное обеспечение которого были незаменимы в учебном процессе, дал толчок к развитию отечественных аналоговых программ. Со временем они будут внедрены в систему образования, хотя придется преодолеть и сложности. Я думаю, что здесь, наверное, они столкнутся с неким психологическим барьером, который нужно просто с пониманием преодолеть, что Москва не сразу строилась. То есть необходимо время для того, чтобы наши продукты, наши разработки, наших отечественных компаний и разработчиков действительно вышли на такой серьезный, достойный уровень. Столь же остро стоит вопрос кадровой политики. Один из способов его решения – это проект «Психологопедагогические классы», который Министерство просвещения начало реализовывать в прошлом году. Разработана концепция профильных психологических педагогических классов, и 40 таких классов в самое ближайшее время планируется открыть в нашем регионе. Здесь мы должны объединиться и с общей образовательной школой, и с системой дополнительного образования. И, конечно же, должен активно работать и наш Тверской государственный университет, чем мы занимаемся – проводить профориентационную деятельность, выявлять талантливые кадры и создавать такие условия, при которых бы действительно наша молодежь оставалась в Тверском регионе. По результатам работы конференции планируется издание сборника научных трудов, который будет включен в Российский индекс научного цитирования и размещен в научно-электронной библиотеке. Обо всем этом узнали и мы – Екатерина Андреева, Юлия Кальнева и Алексей Горобий. Да, на этой конференции обсуждались очень серьезные проблемы, которые решать придется не один год. Но ведь любое важное дело требует и специальных знаний, и упорства, и терпения. Вместе с вами побываем сейчас на втором межмуниципальном форуме «Созвездие». Он объединил молодежь нашей области в стремлении овладеть теми качествами, которые необходимы для успешной реализации своих творческих замыслов. На нем побывала Анастасия Степаненко. Программа «Созвездие» – это интерактивная площадка, которая собирает инициативных ребят, продвигающих и реализующих собственные проекты на территории Тверской области. И с каждым годом их становится все больше. Мы широко открываем двери не только перед абитуриентами и студентами, но и перед всеми школьниками, даже перед дошкольниками. В общем, мы рады вам. Я уверен, что у вас сегодня все получится. Вы продемонстрируете свой мощный потенциал, свою креативность. И не забывайте про правильные решения. В рамках программы «Созвездие» – овладение навыками командной работы, умение грамотно выстраивать цели и задачи, которые предстоит решать. И все это происходит здесь в форме обучения через увлечение, которое позволяет повышать порог личностной эффективности и быть успешными. Каждый форум собирает порядка 50-60 человек, молодежи от 14 до 35 лет, ну, как правило, это студенческая молодежь, школьники, которые неравнодушны к своему родному краю, своему родному городу, региону в целом. Участников форума познакомили с историей Тверского государственного университета, с его нынешними направлениями. На протяжении нескольких часов ребята, разбившись на команды, разгадывали слова, зашифрованные в смайликах, сообщали-шали кейсы, обсуждали идеи будущих проектов. Это те основы, которые помогут им в будущем не только мечтать, но и реализовывать свои творческие планы. Мы думаем, что это надежда нашего высшего образования, и это наше будущее, будущее нашей страны. Проект «Созвездие» успешно реализуется с 2014 года, продолжая набирать обороты, открывая все более креативных и готовых работать в команде ребят. В этом году программа проводится в шести муниципальных образованиях нашей области, а завершится итоговым региональным симпозиумом в мае. А за работой второго межмуниципального форума с интересом наблюдали Анастасия Степаненко и Алексей Горобий. Ну а сейчас мы рады сообщить, что в университетский хронограф возвращается рубрика «Вопрос ректору». Сергеем Николаевичем Смирновым беседует корреспондент «Универ ТВ» Анастасия Быкова. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день, «Универ ТВ». Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Не секрет, что ваша жизнь более 30 лет тесно связана с нашим университетом. Расскажите об этом подробнее. Да, действительно, 1 сентября 1983 года я переступил порог университета как полноправный студент. Ну а за несколько месяцев до этого состоялось мое знакомство с нашим университетом в качестве бетурента. До сих пор вспоминаю эти минуты, волнующие минуты. И вспоминаю вот то чувство. Мне очень хотелось оказаться в Тверском государственном университете. Тогда он носил наименование Калининского. Я рад, что моя мечта исполнилась. И я надеюсь, что эти годы, они не прошли зря для меня. Но и надеюсь, что я смог что-то полезное сделать и для нашего университета. Понятно, что достижения проблемы нашего вуза известны вам изнутри. Расскажите, какие, на ваш взгляд, вещи нужно предпринимать, чтобы университет продолжал расти и совершенствоваться? Сложный вопрос, сразу же скажу. Я думаю, что нам нужно сейчас уточнить некоторые методы и технологии нашей работы. И выйти на новые крупные, ну если угодно, прорывные проекты. И сразу же скажу, что ни один проект невозможен без активного участия студентов и преподавателей. И, конечно же, без активного взаимодействия с Тверской областью, с городом Тверь, ну и с другими регионами Российской Федерации. Соответственно, вот мы и займемся в ближайшее время именно этим. Да, собственно говоря, мы уже этим занимаемся, ведем такую работу. Для многих вузов сейчас стал актуальным вопрос. Как нам принять в наши ряды студентов, которые уезжали учиться за границу, но сейчас по объективным причинам вынуждены вернуться к нам и продолжить обучение здесь, дома? У нас несколько студентов нашего Тверского государственного университета действительно сейчас учатся в вузах Европы. Если они вернутся, мы готовы принять их в своих стенах. Более того, мы гостеприимно открываем двери и для всех российских студентов, которые вернутся из зарубежных вузов. Мы готовы принять, ну, по сути, без ограничений на те образовательные программы, которые у нас есть. Поэтому здесь я проблем каких-то не вижу. В родных стенах им будет комфортно, удобно. И я надеюсь, что мы обеспечим необходимый уровень, необходимое качество образования. Спасибо Вам большое за Ваши ответы на вопросы. Мы всегда Вас очень рады видеть в программах университетского хронографа. Спасибо большое. Более 35 лет Тверской клуб «Анефра» является культурно-просветительским центром для тех, кто старается больше узнать об истории, жизни, традициях стран, говорящих на английском, немецком и французском языках. Это лингвострановическое объединение, где традиционными стали встречи по интересам, рассказывает Екатерина Шалимова. Этот вечер лингвострановического клуба «Анефра», как всегда в конце марта, был посвящен Международному дню театра. А по традиции начинался он исполнением клубного гимна «Амице Вениан Хук». Сюда приходят друзья. Почетными гостями в этот раз, конечно же, были актеры. Народная артистка России Ирина Андрианова, Виктория Козлова и Никита Березкин со своим творческим подарком. Уже не первый раз выступают со своими программами музыканты, преподаватели Тверского колледжа имени Мусоргского. От творческой программы не остались в стороне и сами члены клуба. Вокалисты, чтецы, кстати, исполнявшие все на иностранных языках. Особенно впечатлила гостей праздника инсценировка «Белоснежки и семи гномов» на французском языке. Это очень интересная, воодушевляющая атмосфера, которая дает большой позитив на последующий день. Сегодняшний день подарил мне, наверное, такие, знаете, театральные эмоции. Во-первых, это восторг, восхищение и от театральных актеров, как раз профессионалов, и тех любителей, как раз студентов, которые также с не меньшим воодушевлением и мастерством отнеслись к задаче, поставленной перед ними, да, выступить и подарить, наверное, вот какое-то волшебство, не знаю, радость, позитив, который так необходим сейчас всем нам. Впрочем, как и всегда, каждая встреча в Анефре – это праздник души, тот, что надолго остается в памяти. Вместе с членами клуба прочувствовали его и мы – Екатерина Шалимова и Алексей Горобий. А сейчас настало время встречи с проректором ТВГУ Натальей Сердитовой. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна. Как всегда, ждем от вас прогноз событий на будущую неделю. Но сначала, как вы относитесь к 1 апреля? Здравствуйте, Виктория. Отношусь отлично, потому что считаю, что наличие чувства юмора у любого человека – это, вообще-то говоря, признак ума. Ну, а студенты – это отдельная категория, это своеобразные вечные двигатели. Так вот, топливом для этого вечного двигателя как раз и являются шутки, розыгрыши, различные разводки и приколы, как сейчас принято говорить. И, конечно же, 1 апреля – это дата для студенчества, такая фундаментальная и жизнеутверждающая. Особенно для тех, кто серьезно грызет гранит науки в застенках университетов. Отдельно я хочу поздравить наших КВНщиков и пожелать им всегда, чтобы чувство юмора у них не иссякало, и побед во всех лигах. Ну, а у нас на следующей неделе продолжается студенческая весна, это уже третья неделя, и мы приглашаем вас на следующие концерты. 4 апреля выступит команда юридического факультета. 5 апреля представит свою программу факультет иностранных языков и международной коммуникации. 6 перерыв, 7 выступит команда института экономики и управления, а 8 представит свою программу факультет прикладной математики и кибернетики. Все концерты начинаются в 19 часов в ДК «Химволокно». Кроме этого, мы приглашаем наших студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в новом проекте «Росмолодежи», который называется «Лига будущего». И вот такая креатив-сессия, уже вторая, состоится 4 апреля в 16 часов в точке кипения Тверского государственного университета, советская, 58. Ну и, конечно же, всех ждем в Вышнем Волочке 8 апреля, где продолжается программа лидеров молодежного актива Тверской области «Созвездие». Увидимся? Погода. А погода не шутит. Март 2022 года оказался на полградуса холоднее среднего по климату. А вот осадков выпало меньше нормы, всего лишь 40%. По норме среднемесячной температуры апрель должен показать температуру плюс 6 градусов, по осадкам 34 миллиметра. Ну, каким он будет в 2022 году, мы с вами узнаем через месяц. А пока апрель стартует, надо сказать, не очень хорошая, ненастная, я бы даже сказала, погода. В окончании этой недели, в субботу и воскресенье температура воздуха в дневные часы всего лишь 0, плюс 1 градус. А в ночные столбики термометров могут опускаться до минус 5. При этом облачно с прояснениями и местами вероятны осадки. Но надо сказать, что по сравнению с москвичами нам очень даже повезло. Наверное, все уже наслышаны циклоном средиземноморского происхождения Катарина, который пройдет как раз по югу нашего региона. Поэтому именно южные и юго-западные районы нашего региона могут быть затронуты осадками в виде снега. Ветер в субботу и воскресенье северо-восточных и северных направлений довольно неприятный, 6 метров в секунду. И атмосферное давление понижается, если сегодня в пятницу еще 749, то в субботу уже 740, а в воскресенье 738 миллиметров тутного столба. Ну а в понедельник характер погоды начнет меняться. Во-первых, ветер изменит свое направление сначала на юго-западное, а затем во вторник и в среду на южное. Порывы больше 20 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Температура воздуха начнет подниматься и уже в дневные часы в среду до плюс 80 градусов. И в ночные уже будет плюсовая температура плюс 3. Надо сказать, что атмосферное давление понизится еще 735-732 миллиметра тутного столба. Ну и конечно же погода будет делать влажную уборку. И виноват будет в этом североатлантический циклон, теплый и влажный. Всем удачи, хорошего настроения. С вами всегда Тверской государственный университет. Спасибо, Наталья Евгеньевна. Ну что ж, постараемся провести следующие дни интересно и не без пользы, о чем и расскажем через неделю. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова